Приветик драконятки! Как давно вы следите за драконией и сагой и всех ли персонажей полностью знаете? Или же давно вы перечитывали серию книг о свежая память? И именно для этого я создала новую рубрику. В ней я буду рассказывать о некоторых персонажах, чтобы узнать что-то новое, вспомнить или вообще посмотреть как биографию. Вот собственно в чем состоит моя задумка. И первой мне бы хотелось рассказать про орку. Морская принцесса, что умерла в раннем возрасте, едва достигнув совершеннолетия, но оставила после своей смерти кровавый след. В этой части присутствуют спойлеры к книге «Потеренная принцесса». Орка родилась в морском королевстве. Ее матерью была королева Коралл, а отцом король Жабр. Собственно орка принцесса. А одна из главных целей принцессы. Занять престол, стать королевой. И она это знала. Она хотела этого. С детства у орки был талант. Принцесса была великолепным скульптором. Могла создать статую дракона в полный рост и так, чтобы она почти не отличался от настоящего. Коралл восхищалась ее умениями. И вроде все хорошо, но наступило ее совершеннолетие в 7 лет, и она бросает вызов своей матери, чтобы забрать титул королевы себе. Начался поединок. И несмотря на то, что Коралл старше и больше нее орка побеждала, и все медленно сводилось к тому, что у морского королевства появится новая королева. Принцесса долго ждала этого момента и, как видно, хорошо натренировалась. Но удача была они на ее стороне. Казалось бы, остались считанные удары, и Коралл падет. Но во время очередного броска на мать орка напоролась на Рок Нарвала, который носила королева на хвосте. Этот шип распорол блюха нападающей. И победу вырвали из когтей принцессы. Последние слова, которые сказал орка своей матери. Ничего не вышло, теперь ты будешь править вечно, скажи мне спасибо, мамочка. Арка была дракомантом. Скрывая это, помните, что она талантливый скульптор? Незадолго до того, как бросить вызов матери, арка создала статую себя в полный рост. Статуя была сделана из темно-зеленого мрамора. На месте глаз лежали сапфиры, а на постаменте было выгравировано имя создательницы. Эту статую арка попросила поставить в инкубатор, где росли ее сестра, которые еще не вылупились. Принцесса зачаровала ее, чтобы в дальнейшем ей не мешали дочки бывшей королевы и она могла спокойно править. Но так получилось, что она проиграла битву и теперь ее предсмертные слова стали яснее. Ну а дальше, статуя убивала наследниц много лет, пока цунами не раскрыла эту тайну. Анимона заколдовала статую, та рассказала свою историю и пришел конец убийств наследниц Тронна. Несмотря на поступок, которые совершила орка, королева Коралл чувствовала свою вину о смерти дочки. Поэтому посвятила ей один из своих свитков, который назвала Трагедия Арки, где повествовалось о том, как принцесса бросила вызов своей матери и о последующем бою. Вот и все. В качестве дополнительной информации могу сказать, что в оригинале ее имя Косатка, хоть и звучит так же. А также она является одним из 13 драконов, обладающих дракомантией, которые нам известны. Что ж и спасибо за просмотр. Поддержка меня очень мотивирует и пусть луны хранят вас. Продолжение следует...